День с толком Смотрите в этом выпуске Без воды, без газа, без надежды Жители Сибирской долины не исключают Новые акции протеста Если сейчас с водой перекрыли Зменогорский Когда станет холодно, мы его перекопаем Барнаульский мусорный полигон Может остаться без рекультивации Как это отразится на экологии региона Трезвая коза, коза в яблоках Алтайская семья готовит необычные Домашний сыр Еще 4 пациента с диагнозом COVID-19 Скончались в Алтайском крае По данным регионального оперативного штаба У 76 человек сегодня подтвердили коронавирус С начала пандемии цифра заболевших Стала приближаться к 4000 По поручению губернатора Медицинские учреждения края Начали оказывать плановую помощь Уже приступили к работе 6 ЦРБ В Олейском, Первомайском, Шипуновском, Косихинском, Красногорском и Ильцовском районах Переходим к другой теме Жители Сибирской долины готовы организовать новую протестную акцию Но теперь посвятить ее не воде, а газу Которого в поселке нет еще дольше, 8 лет И это при том, что хозяева десятков домов Уже давно заплатили за газовый трубопровод Татьяна Голубева вновь встретилась с жителями поселка Которые почти потеряли надежду на человеческие условия жизни Ящик Пандора они открыли Если сейчас с водой перекрыли Заменогорский Когда станет холодно, мы его перекопаем Ну а нам другого варианта Мы же цивилизованные люди Нужно как-то решать этот вопрос Вопрос назрел давно, когда в 2012 году Люди отдавали по 75 тысяч за газовые трубы Одному из застройщиков Вячеславу Гаврилову Они верили, что скоро не придется покупать дрова Спустя годы ничего не изменилось 8 лет мы прожили с печкой, углем и дровами На дрова мы 7 тысяч И 14 тысяч Ну это в год, не в год, на сезон За уголь, за 4 тонны Ну это нам не хватает А вот Вячеслав Гаврилов говорит, всего хватает По крайней мере на сегодняшний день На средства жителей около 5 миллионов рублей Проведены трубы Технические условия, чтобы газ пришел в дома Соблюдены Есть даже судебное решение О беспрепятственном прохождении газ по трубам Правда, есть одно но Чтобы газ пошел в дома Нужно открыть задвижку на сетях Принадлежащих другому застройщику Уже небезызвестному Виталию Гурову Через суд Русинерго Это ГРО на сетях господина Гурова Обязали выдать акты подключения И акты разграничения балансовой принадлежности То есть по законодательству Они обязаны нам сейчас предоставить газ Как ГРО Согласен с этим собственник? Не согласен А он, по словам жителей, не согласен И зовет тех, кто уже заплатил за трубопровод Гаврилову Заплатить теперь и ему И тогда газовая проблема решится На территории Сибирской долины Существует несколько товариществ И вот между собой согласия нет У этих товариществ, скажем так Из-за этого, получается, страдаем мы в конце концов Люди страдают Люди страдают Если бы был бы, скажем, один хозяин здесь изначально Комментарий еще одного застройщика Самого Виталия Гурова по этой проблеме Впрочем, как и поводное Нам получить не удалось Напомню, что разговаривать с нами Владелец газовых, водопроводных и электрических сетей В поселке отказывался Это пять минут мы вот с вами стоим И два вопроса просто Письменно Обращайтесь, я вам письменно отвечу Ответ мы получили от представителя мэрии Случайно встретили его в поселке И вот как он трактует проблему Гаврилов застройщик, конкурент Гурова И, ну, скажем так, определенные провокации То есть с той стороны у нас есть К сожалению, на этой территории Но я знаю, что все разбирательства у них сейчас в судах И если решение суда Вот мне Гаврилов обещает сегодня его подвезти Я посмотрю, конечное ли оно вступило в силу И, соответственно, если, так как говорит Гаврилов Что уже к задвижке он должен подойти Мы будем, скажем так, понуждать товарища Либо приставы судебные Понуждать Гурова все-таки эти действия выполнить Вместе с обслужившей организацией Правда в том, что администрация сможет проблему решить Жители верят с трудом Но других вариантов, по их мнению, просто нет Пока местная власть, администрация Свои силы не примет Не захочет принять Если она захочет принять Будет порядок, будет газ Будет вода, будут дороги Татьяна Голубева, Андрей Печергин День с толком Что касается проблем с водой После публикации в СМИ Прокуратура провела проверку И нашла нарушения в действиях владельцев водопроводных сетей Материалы дела направлены в МВД города Речь идет об уголовной ответственности Кроме того, прокуратура даст оценку И работе органов местного самоуправления Барнаульский мусорный полигон Не попал в нацпроект «Экология» Он самый крупный в крае Но уже второй раз получил отказ На включение в реестр объектов Накупленного вреда окружающей среде А это является обязательным условием Для участия в нацпроекте И получения субсидий на рекультивацию Пока этот процесс сопровождает Бюрократическая волокита Андрей Дреер пытался понять Почему целый регион оказался в положении Посетителя паспортного стола И чем это грозит нашей экологии Здесь должен появиться парк Однако старая часть полигона ТБО Уже на протяжении года Не может попасть в федеральный проект «Чистая страна» Который входит в нас проект «Экология» А это деньги, необходимые для решения проблемы Накопления вреда окружающей среде То есть рекультивации Так называемой верхней части карты полигона Вот это и есть та самая верхняя часть карты полигона Казалось бы, она должна быть самой жуткой Здесь кусты и трава На самом деле Вот то место, над которым мы стоим И средняя глубина залегания отходов на нем Примерно 35 метров в глубину Если вы можете себе такое представить Примерно с 2005 года мусор сюда не возят Это подтверждается документами Но Минприрода России Как будто не обращает внимания Отказывает в рекультивации Якобы не доказано, что на этом участке прекратили экономическую деятельность Эксперты регионального отделения Народного фронта Удивлены таким подходом федерального министерства Очень много нестыковок Много очевидных каких-то провалов и прорех В том числе по Барнаульскому полигону Вовремя Алтайским краем Профильными ведомствами Были подготовлены документы Направлены в Минприроду Первый раз их потеряли просто С моей точки зрения Многое решает просто лоббизм Вот где-то один регион смог договориться Что называется Но мы в правом государстве живем Так быть не должно Это значит, что пока верхняя карта Барнаульского полигона Проходит мимо реестра объектов Накопленного вреда окружающей среде Причем вот что любопытно В реестр включили полигон в Санкт-Петербурге На рекультивацию которого требуется больше миллиарда рублей Но не включили Барнаульский Хотя он по площади больше А вложений требует чуть ли не в 10 раз меньше Правительство Алтайского края 9 апреля текущего года Адресовало федеральному центру письмо С просьбой поддержать предложение региона Между тем эту территорию планировали восстановить В проекте обозначена, к примеру, установка защитного экрана Который позволил бы исключить загрязнение грунтовых вод Вся территория выстилается экраном Непроницаемым пленкой Устраиваются скважины для дегазации Засыпается все грунтом техническим Потом плодородным Высеваются травы Высаживаются деревья Получается парк Рекультивировать верхнюю часть карты Значит помочь экологии Особенно частного сектора Что стоит на границе полигона Легкий мусор больше не будет разлетаться по окрестности Птиц станет меньше А это поможет и городскому аэропорту Наконец запахнет по-другому Андрей Дриер, Александр Антропов День с толком В Бийске продолжается битва за ректорство в университете При том, что выборы прошли еще в апреле 2019 года Тогда 80% сотрудников поддержали Людмилу Мокрецову Результаты голосования не удовлетворили одного из кандидатов В течение полугода Людмила Комарова обращается в прокуратуру Почему нужно отменить результаты выборов Узнал наш корреспондент Скандал в бийском образовании Ученый с мировым именем профессор и доктор наук Обратилась в прокуратуру С требованием снять нынешнего ректора Педагогического университета Главная претензия Неэффективность руководителя С 2014 года Почти половина педагогического состава Уволились Профессор и доктор биологических наук Людмила Комарова Преподавала в вузах Финляндии, Китая, Швеции и Германии У нее самый высокий среди всего преподавательского состава Индекс Хирша Он отражает частоту цитирования научных работ в мире По словам Людмилы Алексеевны Претендовать на пост ректора не планировала Но смотреть на то, как разваливают классический университет Уже не было сил Меня испортила Европа Я хочу, чтобы было по закону Я хочу, чтобы наш университет Будучи одной составляющей структуры наукограда Был успешный Поэтому я предложила свою кандидатуру В надежде на то, что я смогу Людмила Комарова Преподавала в Бийском университете Вплоть до 2016 года Уволилась, по ее словам Из-за резкого снижения заработной платы И невыносимых условий труда На условиях анонимности Бывшие сотрудники подтверждают Что отменяли доплаты и премии Снижали зарплату Что ветшали без ремонта помещения А преподавать приходилось без самого необходимого В итоге некоторым сотрудникам Пришлось искать другое место работы Уволили всех лаборантов Закрыли все оборудование Как на пальцах можно преподавать Молекулярную генетику Биологическую химию Вообще генетику, изологию, систематику Без микроскопов Без химреактивов В 2019 году Людмила Алексеевна Вновь выставила свою кандидатуру На выборы ректора Проиграла Но, как считает сама, нечестно Претензии у самоводвиженца К проведению выборов Юристы называют обоснованными Отсутствие наблюдателей И видеофиксации Тайный подсчет голосов Счетная комиссия, сформированная Из сотрудников подконтрольных Руководства университета Но так как было полное нарушение По всем статьям выборов Мне пришлось обжаловать И в Генеральной прокуратуре И в Следственном комитете Российской Федерации И до сих пор я пытаюсь Обжаловать результаты выборов На выборах 2019 года Людмила Комарова была не одна Удостовериться в честном подходе Тогда решила депутат Городской думы Но даже народному избраннику Сделать это не удалось Меня не пустили, сразу скажу То есть в кабинет приемной комиссии Мотивирую это тем, что Там могут находиться только члены Приемной комиссии и кандидат Когда я их попросила показать мне документально То есть где это прописано Положение Они очень начали долго бегать Из кабинета в кабинет Сказали, сейчас подождите Мы найдем, у нас положение У нас там все прописано Потом сказали, вот давайте Мы сейчас вам откроем на компьютере Я им сказала, нет, на компьютере мне не надо Покажите мне распечатанный документ Все это время Людмиле Алексеевне предложили Пройти в приемную комиссию Для сдачи документов Я находилась, скажем так В коридоре Потом один из сотрудников Все-таки принес в распечатанном виде У меня положение, разработанное имиджи Где было прописано, что в кабинете Приемной комиссии могут находиться Только члены приемной комиссии и кандидат На выборах победила Людмила Мокрецова Она набрала 47 голосов из 65 голосовавших При этом сама она считает, что все прошло честно И без нарушений Нас проверяли уже все абсолютно органы Это прокуратура, Министерство внутренних дел Наше Министерство науки и высшего образования Государственная инспекция труда И многие-многие другие организации Мы предоставляли все документы И ни одного замечания не было сделано Ни по процедуре проведения этих выборов Ни по нормативным документам Сотрудники ВУЗа утверждают, что видеофиксация на выборах велась Члены счетной комиссии говорят и о присутствии наблюдателей При подсчете голосов Мы делали в соответствии с локальными документами И эти документы мы тоже не сами придумывали Нам их учредитель утвердил В данный момент проверку соблюдения законов На выборах ректора проводит Генеральная прокуратура Ксения Цапко, Андрей Сегаев, День с толком Алтайскому краю еще везет Так считают независимые экологи Когда рассуждают о реализации нацпарка Тогул Она, мягко говоря, затягивается Активисты даже обратились к президенту Владимиру Путину Насколько действенной будет эта мера, узнавал Илья Кочетков По поводу парка я всегда пометил себе Подтолкнем, что называется, решение этого вопроса Вам спасибо большое Такие слова, что называется, дорогого стоят Указ президента о создании новых особо охраняемых природных территорий Был подписан еще в 2018 году Он предполагает к 2024 создать не менее 24 новых ОПТ В основном национальных парков В 2019 появилось сразу пять В Якутии, Челябинской области, Коми, Дагестане, на Дальнем Востоке В списке должен был быть и Алтайский край Но, увы, нацпарк Тогул не создали до сих пор Хотя бумаги неоднократно отправляли в Москву Как пояснил руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Вайтюк А Народный фронт курирует создание нацпарка Последний пакет документов должны были, наконец, принять совсем недавно Однако снова отказ Вот и пришлось, поясняет он, обратиться лично к президенту Эколог Алексей Грибков поддерживает решение По его мнению, иначе процесс не сдвинуть В то же время другие специалисты отмечают На фоне многих других регионов Ситуация с Тогулом выглядит неплохо Мы спросили мнение заслуженного эколога РФ Вселада Степаницкого И вот что он ответил Алтайскому краю, наоборот, именно везет Сроки, в которые осуществляется эта работа, нельзя назвать затянутыми Там огромное количество проблемных вопросов, требовавших сложных согласований И видно, что они шаг за шагом решаются Я думаю, что до конца года выйдет постановление правительства России О создании этого нацпарка Что в данном случае будет большим успехом Теперь, после обещания президента, экологи тем более полны надежд Отметим, что наряду с Тогулом К 2023 году в крае должен появиться еще один нацпарк Горная Колывань И, возможно, с ним тоже не обойдется без проблем Илья Кочетков, Николай Шелко, день с толком Барнаульцы стали активнее голосовать за титул Город трудовой доблести На специальном сайте за последние сутки Свой голос отдали почти 10 тысяч человек Поднимают в рейтинге Алтайские города претенденты И очно на избирательных участках Кстати, голосование закончится уже завтра Здравствуйте А проголосуйте за Барнаул, пожалуйста За присвоение Барнаула Звание города герой трудовой доблести Звать долго не приходится После голосования по поправкам в Конституцию Голосуют за город трудовой доблести Такое звание, по мнению большинства жителей Должен носить Барнаул Во время войны ведь очень-очень много Значит, и патронов здесь делали Это же у нас в Барнауле А сколько у нас ветеранов труда здесь Обязательно нужно Даже город Барнаул Это город трудовой доблести Это звание присваивают впервые После Великой Победы На этот титул претендует более 20 российских городов Среди них Барнаул, Новоалтайск, Крупцовск, Писк Но присвоят звание лишь 8 И главные критерии Заслуги жителей и достижения предприятий В годы войны Ну, участвует людей достаточно много Сколько за Конституцию голосуют Столько же голосуют и за это звание Для города Барнаула Агитировать приходится, конечно же Но более старшие поколения Они приходят целенаправленно Для того, чтобы проголосовать И знают вообще, зачем идут и с какой целью Основную волну избирателей на участках Ждут в единый день голосования 1 июля Отдать свой голос можно будет с 8 до 20 часов Либо сделать выбор на сайте ДоблестьАлтая.рф Так поступили уже более 15 тысяч жителей края Барнаул лидирует с существенным отрывом Виктория Лущик, Илья Халяпин День с толком Трезвая коза в пектине Речь идет о крафтовом сыре Который делает на основе козьего молока Семья из республики Алтай Их сырное творчество уже давно стало известно За пределами Сибири Почему пыталась разобраться И распробовать Валентина Аскерова Вот мы сегодня попробуем Монти Джека Это разряд твердых сыров Он сопоставим Наверное с пармезаном По твердости Сладковатый ореховый вкус С нотками черного перца Съедобна даже корочка Пересекать океан не нужно Американский сыр делают из козьего молока Наши соседи Семья Исипенко из республики Алтай Восемь лет назад Оставили шумный мегаполис И перебрались поближе к природе Родственники были не в восторге Вспоминают сыроделы Они нам объявили бойко Вы что Куда вы едете Из города Куда-то в глушь И только бабушка Марина Она сказала Правильно делаете Главное она спросила Там вода есть Я говорю Воды там много Мы прямо на реке Езжайте А потом Подождите Пошла в комнату У нее там был тайничок Приносит деньги И говорит Обязательно купите коровку Вот только купили Не корову А козу И понеслось Козьего молока Напились вдоволь Захотелось сыра Купили закваску Бактерии Сыр по известным Мировым рецептам Получался Да только все не то Тогда Марину осенило Что магазинные добавки лишние Все бактерии Они уже изначально Содержатся в молоке мамочки Любой Человека Козы Коровы Кого угодно Там такая Микрофлора Вы смотрите на молоко Вы смотрите на его состояние Вы понимаете уже по запаху Его кислотность Вы понимаете Что вам нужно с ним сделать И какой сыр у вас получится Сегодня Марина делает сыр таким Каким его делали наши предки Несколько веков назад Когда не было Лабораторных бактерий Магазинных ферментов Издобавок только соль А я мечтаю Чтобы у меня В каком-нибудь сыре Поселилась Голубая плесень Вот эта живая плесень Которую я туда не вносила Она изначально находилась В молоке В козьем И это волшебство Что она вот в этой среде Сумела выжить Швейцарский пряный менталь Голландский кремовый гауда Польский сладковатый родомер Английский с кислинкой Чеддер А еще коза в яблоках И трезвая в грушевом пектине С собственного производства Пока 26 сортов Но это не предел Кстати уникальность сыров Еще и в том Что у них нет срока годности Наоборот Им как и хорошему вину Нужна выдержка Бактерии которые в нем развиваются Они там постоянно развиваются Они преумножаются И вкус сыра меняется Каждый месяц В святая святых Где готовят сыр Посторонним нельзя По понятным причинам Нужна стерильность Да и производство авторское А вот с козами Пообщаться можно без проблем 38 голов Все общительные Отрываешь Там масло Между волоками Семья Есипенко воспитывает Четырех детей Трех сыновей И начинающего сыродела Дочку С козами Восьмилетняя девочка Давно на ты Радамир рассказал О своем первом опыте доения Я взяла самую Самую нормальную козу Спокойную У которой были Очень большие птицки Я начала ее доить Руки у меня устали Но я продолжала доить Доят три раза в день Провожают на пастбище Столько же Оно в горах Путь не из легких Мы их оставляем Когда они отворачиваются И едят траву Мы быстренько отходим Но если хоть одна коза Хоть чуть-чуть На капельку Увидела себя Целое стадо Пойдет только за тобой Крафтовые сыры Семьи Есипенко Пользуются спросом По всей стране Их заказывает Томск, Красноярск, Симферополь, Петербург Не говоря уже О близлежащих регионах Семья часто устраивает дегустации Люди пробуют И хотят еще Сыродели они называют Не иначе, как творчеством И сравнивают с полотнами Рембрандта, Мане, Айвазовского Чьи картины Хочешь видеть снова И снова Валентина Аскерова Андрей Печоркин День с толком Суровые мужчины В болотном камуфляже И высоких сапогах Такими мы привыкли видеть Рыболовов Наш герой ломает стереотипы А вернее героиня Ей 10 лет И она уже доказала Что рыболовный спорт Не только для мужчин И не только для взрослых Кукол и мягких игрушек Здесь не больше Чем кубков и наград В розовой комнате Принцессы живет Арина Рыболов Вот была зима Я очень волновалась Я говорила Когда уже поплывок Этот кубок Малышка взяла В первый же год занятий За самую крупную рыбу Так и поймала азарт Клевая рыбалка У ней Были первые С соревнованием Там, значит, да Удочку показал Как льет поплывок Когда нужно ее Рыбу вытаскивать Ну и тем самым Она начала ловить Уже там На соревнованиях Маленького рыболова Воспитал отец Сам он из Краевой федерации Рыболовного спорта Говорит, давно Хотел научить дочь Рыбачить Это у нас Мы можем Немножко воды добавить Но А место тоже Чтобы закущать Опытными движениями Девочка мешает Не тесто А прикормку Каждые выходные Юная спортсменка Вместе с папой Тренером Проводит у водоемов Все этапы приготовления Ребенок проходит сам Не боится малышка И опарышей Если ей нужна помощь На берегу То только удочку забросить И то иногда А дальше Остается только ждать Когда запрыгает поплавок Сейчас не повезло Выбрали мелководье Не то место Запуталась И таких маленьких рыбаков В крае немало Большинство из них Конечно Любители Я думаю Просто Видите Не все же Участвуют В соревнованиях Потому что Провести детское Соревнование Ну это Достаточно Сложно Во всех Во всех Направлениях То есть На административный Ресурс Так называемый Контроль Нам просто Все нервы Вымотает В лет 15 Прошло уже Когда наши дети Шли по нашим стопам Потом получается Вот этот разрыв Поколений Ну и сейчас Слава богу Потихонечку Приходят ребятишки И чтобы детский интерес К рыбалке не пропадал Руслан вместе с дочкой Создал канал на ютуб Там выкладывают ролики С тренировок И соревнований Арина как настоящий Корреспондент Ведет рубрику Буль-буль карасики Вот мы переступили К перекусу Здесь уха И здесь рыбаки Наловили Матросов Уха вкусная Очень вкусная Кстати, девчачьи увлечения У нее тоже есть Она занимается Художественной гимнастикой Но и на льду В пуховике и с удочкой Арина чувствует себя Настоящей девчонкой Елена Самарина Алексей Фризин День с толком У меня на этом все Через несколько секунд О погоде Спонсор прогноза Компании Валар До встречи в эфире